Друзья, всем привет! Меня зовут Данила Белоконь. Наша команда рада вас приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас очередной представитель группы PSA Citroen. Совершенно новая модель, которая необычно большая по сравнению со современными Citroen. И называется она C5X. Поехали! Citroen довольно часто любят удивлять экстраординарными дизайнами, и эта модель тоже у нас не обошлась без сюрпризов. Даже сложно с вами определить, что это за тип кузова. Здесь наблюдается в задней части некая комбинация хэтчбека, универсала, еще даже может быть в какой-то части и SUV, потому что обратите внимание, насколько поднят автомобиль. Сам же автомобиль у нас состоит из множества необычных по дизайну деталей, которые в совокупности своей придают автомобилю такой необычный вид. Ну, во-первых, смотрите, у нас здесь аж целых два спойлера. Смотрите на освещение. Из удобства у нас пластмассовые молдинги, диски у нас 19-е. В передней части у нас тоже много необычайных вещей, начиная от освещения и заканчивая решетками, ноздрями. Обратите внимание на капот, у нас тоже интересные формы, достаточно большой в своем размере. Т-5Х у нас идет как бензиновый, так и плагин-хайбрид. Если говорить про гибридную модель, то здесь у нас совокупность бензинового двигателя мощностью 180 лошадиных сил и электрического моторчика с мощностью 110 лошадиных сил. Общая комбинация выдает 225 лошадиных сил. Если говорить про электрическую часть, автомобиль может проехать 55 километров с максимальной скоростью 135 километров в час. Если же говорить про бензиновый двигатель, то здесь у нас две опции. Есть трехцилиндровый двигатель с объемом 1,2 литра, который выдает 131 лошадиную силу. А есть двигатель с объемом 1,6 литров, 4 цилиндра, у которого аж 180 лошадиных сил. Стоит отметить то, что все автомобили у нас с автоматической коробкой передач и передний привод только. Ну, достаточно забавный багажник, объемом 545 литров. Если у нас гибридная версия, то будет 485 литров. Почему я его назвал забавным? Меня смущают такие вот красные выделительные кнопки, звук сигнала, когда мы закрываем багажник, как будто мы сидим в автобусе. Но не суть. Из хороших вещей у нас низкая посадка и достаточно широкий разъем, что позволяет нам перевозить крупные объекты без труда. Есть возможность открывать задние сидения отсюда, что тоже есть удобно. Ну и есть у нас 12-вольтная зарядка. Мы находимся с вами внутри, и производители Синтраэна утверждали то, что при создании интерьера они очень сильно акцентировались на комфорте. Поэтому у нас здесь есть множество различных элементов, которые сигнализируют об этом. То есть у нас здесь с вами все из таких мягких материалов. У нас сидение выполнено из memory foam, что по-русски пенополиуретан, или как еще попросту говорится, пена с эффектом памяти. Интересный факт, что этот материал использовался и был разработан в NASA для космических полетов, но здесь в основном используется в ортопедических матрасах или креслах, да, то есть для удобства нашей с вами спины. Здесь у нас аж целых 5 различных опций интерьера. Но что здесь стоит отметить? У нас достаточно минималистическая панель, климат-контроль у нас аналоговый, большое мультимедиа, 10 дюймов, хорошая рабочая панель. Сама у нас центральная консоль такая же, как и во всех PSA, такую же мы встречали с вами и в Opel Astra, и в предыдущих моделях. Здесь все у нас то же самое. Есть беспроводная зарядка, USB-C, 12 вольтов и прочее. Но все остальные элементы дизайна наш оператор RENIS покажет сейчас в прекрасном видеоряде. Автомобиль у нас поддерживает расширенную кастомизацию. Это значит, что мы с вами можем кастомизировать полностью как и центральный экранчик, так и мультимедиа. То есть мы просто выбираем панель и можем под себя настроить, поменять местами, добавить новые элементы и прочее, и прочее. Я нахожусь в задней части, я пытался придумать, что я могу вам тут необычного рассказать. Но самое первое у нас, конечно, это очень много места. То есть сидение водителя у нас в обычном положении, я могу прям тут чувствовать себя очень удобно. И это касается еще и высоты. То есть потолки у нас тоже высокие. А так у нас здесь действительно нет ничего такого сверх выдающегося. У нас здесь есть USB-C порты. Примитивный подлокотник. Зато у нас есть отсек для лыж. Хорошо, дорогие друзья, я предлагаю тогда с вами немножко прокатиться. Самое первое, что вам скажу, это наконец-то я увидел ту функцию, о которой я думал несколько лет назад и все время удивлялся, почему никто ее не мог сделать. Достаточно примитивная функция. Видите, у нас Head-Up Display. Там он показывает, сколько у нас сейчас ограничения скорости. То есть он у нас анализирует знаки, карту и прочее. Теперь у нас это все дело объединено с круиз-контролем. То есть у нас 50 км в час можно ехать. Я нажимаю ОК. И теперь у нас круиз-контроль восстанавливается на 50 км в час. Это максимально эффективно и удобно. Странно, что раньше такого никто не сделал. И здорово, что ребята из Ситроена додумались до этого. Так, ну хорошо, а теперь по делу. У нас с вами здесь 180 лошадиных сил бензиновая версия. Первым делом мы с вами выезжаем в город, попробуем разгон. Автомобиль ревет. Разгон у нас относительно средний. Да, то есть еще стоит учитывать у нас, что большие диски, стоит учитывать, что у нас сам большой автомобиль. Раньше у Ситроен была такая подвеска, которая называлась флайн-карта. Целью которого было обеспечить максимальный комфорт при прохождении различных неровностей. То есть эта подвеска абсорбировала все ямы и позволяла вам обеспечивать комфортную езду. Ну, сейчас ребята решили повторить что-то похожее. Здесь у нас с вами адаптивная подвеска, которая соединена с сенсорами, которые в свою очередь собирают различную информацию о дороге, о том, как вы едете. И они переведут эту информацию на каждый отдельный амортизатор, который будет подстраиваться таким образом, чтобы обеспечивать вам комфорт. Ну, и если это уже на практике применять, зная наши с вами латвийские дороги, здесь я уже проехал несколько минут и могу сказать, что эта подвеска суперски работает. То есть действительно такое ощущение, что она как-то предугадывает возможную яму и уже применяет необходимые действия для того, чтобы ликвидировать эту проблему. Еще из комфорта у нас все боковые стекла, включая задние, двойные для обеспечения лучшей шумоизоляции. Стиль вождения здесь соответствует главному принципу этой модели – комфорт. Соответственно, стиль вождения у нас тоже плавный. Торможение, разгон, руление, подвеска – это все у нас заточено на плавность. С этой задачей ребята справляются. Я пока ехал, чуть не уснул. Слишком здесь комфортно и мягко. Мы сейчас возвращаемся на базу, и там какие-то вандалы нарисовали, подрисовали к знаку 30, черточку, и складывается ощущение, что это знак 80. И нам сейчас интересно, камеры, которые анализируют знаки, они это распознают или нет? Вот сейчас с вами посмотрим. Вот он, знак. Да, да, смотрите, распознало. Говорит, что 80. Ехать. Прикол. Ну вот такой вот необычный автомобиль у нас с вами сегодня был в выпуске. Конечно, основной акцент у нас – это интересный дизайн. Раз. Второе – адаптивная подвеска. Ну и в целом, конечно же, размеры автомобиля и его формы. Ну, на этом у нас все. С вами был Данил Белоконь, передача Автоньюз. Надеюсь, еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...